Я хочу вам сказать, что в городе Иванове проживает 102 ветерана блокады. Это дети, которые были вывезены из блокады Ленинграда. Неправильно. Ну, может быть, я могу ошибаться, потому что нам было очень трудно собрать данные о вас. Но, тем не менее, что смогли мы сделали и кого смогли найти, мы пригласили, потому что данные персональные, как вы знаете, сейчас закрыты, мы будем об этом чуть позже говорить. И мы рады вас всех видеть здесь. Мы хотим, чтобы вы познакомились, пообщались. Может быть, у вас завершится какая-то дружба, и это будет здорово. А я вам хочу рассказать о деятельности Иконы мира на Ивановской тюрьме. Ну, немножечко из истории. Вскоре после окончания Великой Отечественной войны для советских людей, которая была большой трагедией, на сегодняшний день говорится о том, что ничего этого не было. Когда вы включаете телевизор и видите о том, что говорят, что и блокады не было, и все это неправда, и все эти погибшие люди, это все выдумки, это, конечно, страшно. И история повторяется. И мы ее сегодня видим, когда мы садимся ужинать, включаем телевизор, и видим, например, события на Украине, да? Когда наши родственники, наши друзья подвержены непонятной атаке. И это страшно. И все мы не хотим, чтобы это повторилось. И вот, когда Великая Отечественная война закончилась, в начале 50-х годов было подписано Стокгольмское соглашение о запрете применения атомного оружия. Вот эта вещь сыграла очень большую роль в направлении сохранения мира на Земле. Но время идет, и все забывается, и все меняется. В 1961 году был создан Советский фонд мира. Его деятельность была очень обширной. Советский фонд мира никогда не получал бюджетных средств. Это были пожертвования предприятий, организаций. Но вы, наверное, помните, многие из вас в то время занимались трудовой деятельностью. Это был обязательный сбор. На сегодняшний день фонд мира живет пожертвованиями простых людей, которые хотят, чтобы на Земле был мир. А фонд мира рассказывал подрастающему поколению о том, что было на самом деле. И мы пытаемся всеми силами это делать. Может быть, кто-то из вас знает. Вот сегодня я выступаю вместо Галины Тимофеевны Азеевой, которая 20 лет, более 20 лет занимается этой деятельностью на территории Ивановской области. Очень много детей. Она возила в Германию. Эти дети общались с солдатами с немецкой стороны. Они были в музеях, в подслугерях. Они дружат с немецкими детьми. Но самое интересное, это когда возили ветеранов Великой Отечественной войны в Германию. И когда были контакты с немецкой стороны и российской стороны. Проводить эти мероприятия было очень страшно, потому что не было уверенности в том, как они пройдут, и какая реакция будет с одной и с другой стороны. Но тем не менее, когда люди садились вместе за стол, когда это были уже взрослые люди, которые прожили жизнь, в которой вырастили детей, они понимали, что не они виноваты в этой войне. И не они были причиной тому, что гибли люди, гибли дети, гибли мужья, сыновья. А что это было кому-то нужно. И мы сейчас понимаем, кому это нужно, что это все связано с зарабатыванием денег. Как-то страшно это было. И фраза «Люди гибнут за металл» она и на сегодняшний день имеет смысл. А основные направления, по которым работает Фонд Мира, это очень большая программа. Память народная, мир молодежи, международное сотрудничество. Еще на Ивановской земле был такой отряд, вы знаете, Нормандия-Нево, который на нашей земле формировался. Французские летчики воевали на нашей стороне. И в числе этих летчиков были непростые люди. Это были дворяне, это были офицеры, но которые проливали свою кровь, в общем-то, за простых русских людей. И мы знаем, что у нас в городе на сегодняшний день нет достойного памятника этому кодеку. Во Франции есть такой памятник, а у нас его нет. По инициативе Ивановского фонда мира существует договоренность с очень известным скульптором Суровцевым Владимиром Александровичем. Макет памятника уже существует. Им установлено более 20 памятников на территории России. Но идет сбор денежных средств. Все это не просто, но мы надеемся, что мы сможем это осуществить. Самое главное, мы хотим в этой акции обратить внимание педагогов, тех людей, которые занимаются с детьми. Чтобы они приглашали вас в школы, чтобы вы могли рассказать детям о том, что вы увидели в своей жизни. Какие страшные испытания выпали на вашу долю. Потому что тот эксперимент, который был поставлен на целом городом, это страшно. Таких экспериментов в истории человечества, в таком количестве, не было никогда зарегистрировано. И в одних данных научных был патологоанатом в Санкт-Петербурге, в Ленинграде тогда, который как доктор и как специалист он понимал, что вот то, что происходит, это ненормально. Вот эти данные, они очень нужны человечеству. Когда производились вскрытия трупов, то было выявлено, что организм изнутри съедает сам себе. Голод – это ощущение, с которым человек не может бороться. Никаким образом. У людей сокращались органы сердца, ну, о желудке, да, мы не говорим, почки, печень, они становились меньших размеров. И вот эти данные для науки, они показали, к чему это может привести. Но это физиология, а есть еще психология, которая, еще раз говорю, сегодня забывается, и это приводит к тому, что мы видим на сегодняшний день. И горячие точки были, есть и будут, и это страшно. Но мы должны рассказывать и своим примером доносить все это до молодежи. Ну, вы это все и без меня, в общем-то, знаете. Поэтому знакомьтесь, общайтесь. А я хочу представить вам Ивановское отделение фонда мира. Меня зовут Федосеева Елена Юрьевна, Анна Вячеслава Натрифилова, бессменный секретарь, Блинова Ирина Юрьевна, Павлюченко Людмила Александровна. И вот она, наша Михаилцова Галина Юрьевна, которая сейчас к нам присоединится. Мы обращаемся к вам с просьбой, чтобы мы могли дальше проводить нашу работу, чтобы вы заполнили анкеты, оставили свои контактные телефоны, чтобы мы как-то могли с вами связаться. Если кто-то хочет быть, ну, я не знаю, старостой, от вас, чтобы мы могли с одним лицом контактировать, мы будем очень рады. С вами сегодня на встрече присутствует областной совет ветеранов и заместитель его председателя Горохова Лариса Александровна. Уважаемые товарищи, я хочу от имени областного совета ветеранов поздравить вас вот с замечательной датой. 70 лет прошло с того времени, когда героически был освобожден город Ленинград. Мне очень приятно видеть сегодня вас. Мне очень приятно сказать о том, что многие из вас, несмотря на возраст, несмотря на болезни, несмотря на какие-то там недомогания, ведут большую общественную работу. Рассказывают о том, как это было тяжело. Но люди героически вынесли это на своих плечах вот эту страшную войну и эту страшную блокаду. И тем более бывает горько слушать вот журналистов, например, телеканала «Дождь», которые говорят, некоторые из них даже в интервью говорят о том, что, а может быть, надо было сдать Ленинград фашистам. Так вот, блокадники, все люди русские, большинство во всяком случае, возмутились этим. В редакцию телеканала посыпались просто, значит, протесты против таких передач. И не должно быть у нас вот таких людей, которые являются Иванами, родства непомнящими, которые не оценивают подвиг не только вот тех участников Великой Отечественной войны, героев Великой Отечественной войны, но и людей, которые перенесли вот блокаду, которые тоже совершили подвиг. Выстояли, вышили. И сейчас вот мне кажется, что ваша задача рассказывать о том, как было тяжело, рассказывать о том, что это был подвиг, чтобы у нас не было вот таких вот, значит, людей, как вот из телеканала Дождь. И мне сегодня приятно поздравить вас от имени правительства Санкт-Петербурга. Вот такой вот приветственный адрес они нам прислали блокадникам города Иваново и Ивановской области. Правительство Санкт-Петербурга поздравляет вас с 70-летним юбилеем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. И слова Ольги Бергольц. Мне нет необходимости вам говорить о том, кто такая Ольга Бергольц. Это ваша сестра, это поэт, блокадница. Вот ее слова. И снова мир с восторгом слышит салюта русского раскат. О, это полной грудью дышит освобожденный Ленинград. Ольга Бергольц. Мне хочется пожелать вам здоровья, благополучия, внимания и понимания со стороны всех окружающих вас людей. Всего вам доброго. Можете подержать. Если вы не возражаете, будет в областном совете ветеранов. И вот, значит, вы всегда сможете и посмотреть, и показать, взять это в школу, туда, куда вы пойдете, в учебные заведения, в школу, на встречу с ребятами. Пожалуйста. Представите, меня зовут Галина, давайте просто Галина, да? Я музыкальный руководитель. И меня сегодня попросили немножечко вас развлечь, повеселить, для вас поиграть. Но, может быть, мы с вами еще и споем сегодня обязательно. Но какое же бение, как говорится, на сухую, да? Поэтому я вас приглашаю сначала сдвинуть наши бокалы. Я ветераном играла часто, много играла ветераном войны. Но вот в такой компании я тоже впервые. Я так рада, что иногда и до вас очередь доходит, да, собирают вас. И вот такая всем тесная компания. Давайте мы эти бокалы поймем за нашу встречу, что, наконец-то, вот вы все собрались и будете встречаться чаще. Мы с вами сначала, для начала поймем бокалы, все с вами позвеним. Это будет наш звон победы с вами, да? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вой, писк и взрыв. Меня откинул, ранило меня. Взрыв на дорогу выбросило. Ну, по всей вероятности, кто остался в доме, все погибли. Я была, лежала на дороге, ехала машина военная. Это я хорошо помню по дороге. Подобрали меня. И вот так вот солдат в кузове, вот на вытянутых руках, привез меня в Пушкино, в госпиталь там или куда. Тут уже у меня провал памяти, я не могу ничего сказать, только по данным активам, которые я потом разыскивала. В 19 сентябре 41-го года я поступила в госпиталь города Ленинграда. Меня привезли туда транспортом медицинским. И 24-го уже, 21-го числа сентября я поступила в детскую клинику. И в госпитале, в детский дом я поступила через 9 месяцев только, в мае 42-го года. А в июне месяце нас уже по Волге, в общем, короче говоря, наш детский дом оказался в Юрьевце. Когда уже год прошел, я немножко постарше была, тут я уже могу, как говорится, по часам все рассказать. Когда нас с баржи, мы на барже, вот именно нас привезли, и когда мы стали сходить, вот вы знаете, вот сколько лет прошло, а я вот очень хорошо это помню, с левой стороны стояло много народу, женщины, и видно, вот они плакали, и их плач, видя нас, просто гул стоял, вот такой. А с левой стороны стояло два военных и один гражданский. Впоследствии вот оказалось начальник МВД, начальник КГБ, раньше КГБ это было, и секретарь райкома. И когда я посмотрела вот на этих военных, я увидела одного из них, и с криком «Папа!» побежала к нему. Видно, по всей вероятности, отец был военный, прошу, память осталась, именно к нему вот я подошла, он меня на руки взял, он меня обнял, и я, конечно, схватилась за него, но подошла воспитательница, и меня, значит, забрала, и его слова были «Мы скоро с тобой встретим, ты скоро будешь дома, я к тебе приеду». Около елны детский дом был, и он стал ко мне приезжать. Потом приехал с женщиной, я уже его папу называла, он это все был, все время с гостинцем, впоследствии, уж когда я стала большенькая, он всегда, в Херсонской области мы уже потом жили, и он все время, никогда, ни одного дня не было, чтобы он не пришел, что-то мне не привел. дочкой Лидой, он меня не называл, он называл Ягодка или Душка, как он. В этой семье был брат, он 11 лет старше меня, ну, сын был у них, который стал мне братом, и, короче говоря, в декабре месяце, 22 декабря, папа приехал, приехал с Юрой, вот с братом, на машине, забрали меня, удочерили, и он за это время оформлял документы, потом с Юрой, это я когда запрос сделала, мне все это прислали, все выписки протоколов, все-все-все. Вот, вот такая судьба. Так и я жила, папа, правда, умер рано. Говорят, родители не выбирают, а вот она выбрала своих родителей, как хорошо, да? Сергей Владимирович, он писался, я была в рабочем дворе, посвятил папу, папа, не жалов не был. И теперь добавил переживание, то, что у тебя сын прошел чуть-чуть, вернее, Афган весь прошел, да, Сергей? Да, сын в Афгане, это слово. Два слова, война и Афганистан, который вызывает у меня целую. Спасибо, Лиза. А мне было 9 лет, и мама со мной сперва в деревню отправляет, она после первого класса, да? Вот, отправила. А в сентябре уже со мной приехала обратно. и привезла как раз вот этот самый холод. Как я знаю, у папы, он был мальчером там по аптекам что-то, электриком был, И у него был целый мешок клеем заготовлен для работы. Вот мы варили этот клей, и этим клеем мы ели. Вы знаете, то погуще, то пожиже, да еще. Мам, дай мне еще маленький. столярный клей был. Столярный клей был. Вот, дай мне еще, тетя, Дашка, не давай, Нинки, обожрется, сдохнет. Вот как сейчас. Царство небесное всех, но все это я помню. И что, мы не спали совершенно, то не раздевались на ночь. Нет, прямо так, это, знаете, завалишься на кровать, да, в валенках там, или что, только разляжешь, опять, воздушная тревога, вот, и мы все в подвал. И я, как сейчас, все придут, и знаете, что люди, вот так, всех своих детей, вот сюда, вот сюда, все, вот, прикрывают, как бы, вот, опять отбой, опять мы по домам, по квартирам, и опять, значит, не раздевались совсем. Вот так вот. Вот так я жила, весь, значит, там 100-125 грамм хлеба, и все. Мама работала на заводе, на военном, в Минграде, и он стал вруклинироваться. И я с ними вместе переехала через Ладогу. Переехали, убежали оттуда, с этой машины. Но когда мы ехали по Ладоге, да, здесь провал, смотришь, одни в глаза провалились с этими, с людьми машины, и с другой стороны, тоже не одна машина вот так вот проваливалась, да, но мы благополучно переехали. И как, убежали с этого, ну, с машины-то, по кустикам, по кустикам, и на вокзал. И все, и там на каком-то, на телячьем вагоне забрались и переехали в Боровичи. И вот там нас с тетей встретили, и мы поехали в деревню. Ну, а в деревню мы уже ожили там. Хоть я и была не старушка, ничего, а вот ноги не работали. Вот так. Ну, вот это и самое главное, чем мы выжили вот эту блокаду. Все. Это я. Спасибо. Спасибо. Я родилась в Кронштадте. Вместе с Ленинградским детским домом вывезли сюда в Ивановскую область, в город Вичугу. 1 марта мне было 4 года. Меня одна семья удочерила, семья Панфиловых. Через год отдала в детский дом в Фурманов. Пошла там в первый класс, и я там очень научилась читать очень большой глаз. Я только месяц лежала на животе, был такой каркас, горели 4 лампочки. Ну, конечно, я отстала. Меня в другой детский дом Панфилов. Там 2, 3, 4 класс. Меня перевели. Вот такие дела. Так я пошла по детским домам. Я выросла в детских домах. И в 56-м году, в 57-м, в Кохму меня отправили на фабрику, на мяную фабрику Мотельщицей. Там я проработала 14 лет. Потом я кончила на операторах газовой котельной стали открываться и кончила на операторах газовой котельной. Когда работала до пенсии вот в котельной. В памяти своей семье. Моя семья, моя бабушка родилась в 1916-м году. Когда началась Великая Отечественная война, ей было 25 лет. И у нее было две маленькие точки. И они находились в Псковской области. Пскову куберировали моментально. Еще объявлений по радио не было, а немцы уже были в Пскове. И вот я начала понимать, что она пережила вообще с двумя детьми. Молодая и красивая женщина среди немцев. Но она говорила блестяще по-немецки. Может быть, это ее тогда спасло. Что она пережила тогда, находясь в том состоянии. Вот вы говорите, не спали, не раздевались. И она также рассказывала, что мы не раздевались. Прятали детей, накрывали их животом. И она мне говорила, а мою маму спас немец. У нее началась гангрена пальцев, ей было три года. И она плакала все время. За стенкой жил немец, врач. И он слышит и говорит, что ребенок-то все время плачет, спать не дает. И вот он вылечил ей ногу. И бабушка всегда говорила, немцы не были страшными людьми. Они не уничтожали всех подряд. Потому что это были мужчины взрослые, у которых были свои дети. Самыми страшными, я говорила, были Гитлер-Юген. Если я правильно произношу, это гитлеровская молодежь. Вот они были очень жестокими. И вот это вот самое главное, то, что сегодня молодежи надо рассказывать об этом, чтобы они знали, к чему ведет вот это, к каким страшным вещам. Спасибо. Гимн всех людей, которые любят жизнь, любят жить, любят веселиться, но и любят детей, внуков. Это самая моя любимая песня. Сейчас я начну, и вы сразу поймете. Я люблю тебя, жизнь, что в самом Василии не нова. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя знаком. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя, жизнь, Я не свечусь на ногу, бескорестная труска мужская, Вроде бы я, но я, как я счастлив, что нет мне покоя, Я на лицо, я и ой, у меня жизнь не знаю, что это с тобой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 эвакуировали через Ладогу. Меня эвакуировали в Горьковский детский дом. Нас по Ладоге возили, нас бомбили. И разбомбили у нас вагон, там где была документация о нас. И когда нас привезли в детдом, нас и телегами возили, и дальше, и дальше, куда только не возили. И у нас пропали документы, сгорели. И нам стали составлять документы. А я в школу не ходила, букву я не знала, адрес я не знала. И мне с потолка, как говорится, нарисовали, по моему виду. Была маленькая, мне на три года дали меньше. И вот в Горьковском детском доме я прожила, а поскольку я потерялась, документов нет, у меня отец не мог найти. И меня отец только нашел в 1948 году. Сестренку мою из детдома взяла женщина на воспитание, заместо своей дочери. У меня была дочь, померла. Ну вот она ее взяла из детдома. И потом мы приехали, там где жила эта женщина. Меня взял отец. Это село Красное, ювелирный завод. Вот там, в Красном мы и жили. Жила я до 1953 года. Потом приехала в Иваново, поступила в ФЗО при Варенцовской фабрике. Выпустили нас на Красный Талк. И я отработала на Красной Талке 30 лет. Замуж вышла, дети. Сын и дочь. Дочь сейчас в Ленинграде живет с внуками, с правнушкой и межправнушкой два годика. «Я в дурманам сладки верила, Когда в цвели сады, А я в гормарный вечер, В любви с изнах сады. Дурманам сладки верила, А слава твоего, Дурманам сладки верила, А слава твоего, Ничего. Один развод сады, Свету, Чуть все свое, Дурманам сладки верила, А слава твоего, Я в гормарном солнце не живет с внуками, Сын и дурманам сладки верила, Субтитры создавал DimaTorzok 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 В общем-то, хотелось бы вспомнить Галину Тимофеевну, которой сегодня нет с нами, она сломала ногу и, конечно, если бы не она, безусловно, встречи бы такой не было. Это ее инициатива, это ее огромная работа проведенная. И еще, конечно, Елену Юрьевну хотелось бы поблагодарить за это место, встреча организованная, за этот теплый прием, за все, что они сделали для этой встречи. Огромное спасибо и тем, кто сюда пришел, безусловно, откликнулся, потому что вы тоже могли бы и не прийти, и нас не поддержать. И что тогда мы без вас? И еще хотелось бы сказать, чтобы чем-то продолжить вот этот вечер, чтобы он не был в холостую нами проведен, надо как-то бы, наверное, нам попробовать выбрать председателя и секретаря. Мы из Ленинграда, при Ивановском областном отделении фонда мира. Если вот мое предложение вам как-то к душе, то, может быть, мы это и сделаем сейчас. Да, тогда у нас и встречи будут регулярные, разговоры по телефону, и вы можете звонить. А так, это, в общем-то, игра в ничто будет, получится в никуда. А от вас мы ждем предложения, кто будет председателем и кто секретарем. И Владимир Алексеевич, приветствуй! Если вам позвонят, вы уж нас все будьте любезны, соберите. Нет, в крайнем случае, мы уже способны, кучу-чу-чу-чу-чу-чу. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок